Там, склонившись над грудой гранатов, сидел гигантский ящер. — Боже мой! — прошептал Муми-тролль. Сниф сидел на земле и ревел. — Теперь всё позади, — сказал Снус-мумрик. — Не плачь, дружок! — Гранаты! — хлюпал Сниф. — Я так и не взял с собой ни одного камешка! Снус-мумрик подсел к нему и ласково сказал. — Знаю, знаю. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы. — Я мог бы носить их в рюкзаке, — мрачно заметил Сниф. Смотреть на вещи одно, а держать их в руках, — знать, что они твои собственные. Совсем другое. — Ничего, Сниф, не горюй, — утешал его мумитроль. — Сокровища нам ещё попадутся. А теперь пойдём, здесь становится холодно и страшно. И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивые и чуть-чуть печальные. Снус Мумрик очень оживил путешествие. Он наигрывал на губной гармошке песни, каких они раньше никогда не слыхали. Песни со всех концов земли. Он знал карточные фокусы и научил мумитроли и Снифа печь оладьи с винными ягодами. А ещё он был гораст рассказывать необыкновенные, невероятные истории. Казалось, и сама река оживилась. Она бежала теперь быстрее, а на её поверхности тут и там кружились небольшие водовороты. Она стала уже, а берега стали выше. С каждым днём всё отчётливее вырисовывались вдали синие и пурпурные горы. Их вершины вонзались прямо в облака, которые тяжёлой пеленой висели над землёй. Как-то утром Снус Мумрик сидел, свесив ноги в воду, и выстрогивал ножом свистульку. «Я помню!» — начал он, склонив голову на бок, и мумитроли со Снифом тот час перешли к нему на корму. «Я помню край с горячими ключами!» — продолжал он. «Почва там была чёрная от лавы, а под лавой день и ночь грохотала. Эта земля спала там внутри и шевелилась во сне. Скалы, как попало, громоздились друг на дружку, а над ними висела горячая дымка. Так что даже и не поверишь, что это всё взаправду. Я попал туда как раз под вечер. Хорошее местечко. Обед там приготовить пар пустяков. Налил в кастрюлю горячей воды из ключа — и готово! «Но ведь так и обжечься недолго!» — сказал Сниф. «Я был на ходулях!» — сказал Снус Мумрик. «На ходулях можно перебраться через любую пропасть, через любую скалу. Только тут уж, конечно, не зевай, не то застрянешь в расщелине. Так вот, уже сумерки были. Повсюду тихо булькает и парит. Вокруг ни живой души, ни зеленой былинки. И вдруг земля, что спала там внизу, как проснётся, как загрохочет, как загудит! И прямо передо мной открылся кратер, а из него вырвалось красное пламя, и за ним огромная туча пепла. «Вулкан!» — затаив дыхание, прошептал Муми-тролль. «Так точно!» — удостоверил Снус Мумрик. «Это было дьявольски красиво!» «А потом я увидел духов огня! Много-много!» «Они роем вылетели из земли и как искры рассыпались в разные стороны!» «Пришлось сделать крюк и обходить вулкан стороной!» «Я задыхался от жары и копоти и нажимал вовсю!» «Наконец я спустился к подножию гор, нашёл маленькую речку и лёг на живот напиться!» «Вода, понятно, была несколько горячая, но всё же не кипяток!» «Вдруг, вижу, летит один из тех духов огня!» «Да как! Бухнется в реку!» «И сразу почти весь потух!» «Голова ещё тлеет, а сам шипит, дымит и вопит, что есть в мочи!» «Спасите!» «И ты спас его?» — спросил Сниф. «А почему бы и нет?» — ответил Снус Мумрик. «Что я против него имел, вот только здорово об него обжёгся!» «На берегу он обсох и опять разгорелся, и на радостях сделал мне подарок, а потом улетел!» «Какой подарок?» — спросил Сниф. «Дал мне бутылку подземного подсолнечного масла!» — сказал Снус Мумрик. «Духи огня натираются им, когда хотят забраться поглубже в пылающее сердце земли!» «И можно пройти сквозь огонь, если намазаться им!» — спросил Сниф, широко раскрыв глаза. «Ну, конечно!» — ответил Снус Мумрик. «Что же ты до сих пор молчал?» — закричал Муми-тролль. «Ведь в таком случае мы все спасены!» «Когда появится комета, стоит только...» «У меня почти ничего не осталось!» — удрученно сказал Снус Мумрик. «Я, понимаете ли, спасал вещи из горящего дома! Откуда я мог знать? Только на донышке чуть-чуть и осталось!» «А хватит на маленького зверька! Скажем, моих размеров!» — спросил Сниф. Снус Мумрик оглядел его. «Может, и хватит!» — сказал он. «Но только до хвоста! Хвостом придется пожертвовать!» «Боже милостивый!» — сказал Сниф. «Тогда уж пусть лучше все сгорит!» Но Снус Мумрик уже не слушал его. Он насторожился и тянул носом воздух. «Река!» — сказал он. «Вы не замечаете ничего особенного?» «У нее теперь другой звук!» — сказал Сниф. «И верно! Река беспокойно шумела, была полна водоворотов и без конца крутила-вертела среди скалистых берегов. «Спустите парус!» — сказал Снус Мумрик. И пошел дозорным на нос. А река все убыстряла и убыстряла свой бег. Совсем как человек, который долго путешествовал и вдруг заметил, что уже почти дома. Берега сходились все ближе, заключая бурлящую воду в узкое русло. А скалы над ними становились все острее и выше. «Не лучше ли пристать к берегу?» — прикричал Сниф сквозь гул реки. «Поздно спохватились!» — отозвался Мумитроль. «Теперь надо ждать, пока река успокоится!» Но река не успокаивалась. Все неистовее устремлялась она вглубь одиноких гор. Плод, кружась, несся по дну темного ущелья, а небо вверху сузилось в ужасающе тонкую узенькую полоску. Впереди послышался грозный гул. «Водопад!» — крикнул Снус Мумрик. «Держись крепче!» Они стали у мачты и ухватились друг за дружку. Мимо проносились скользкие черные стены ущелья. Гул усилился, плод накоренился и очутился вдруг в воздухе. Какое-то мгновение вокруг них стоял сплошной рев. Кипела белая пена. Затем плодик скрипнул, выровнялся и, миновав водопад, провалился во тьму. «Почему темно?» — завопил Сниф. Ему никто не ответил. Пенящаяся вода мерцала бело-зеленым. Все остальное залила чернота. Каменные стены гор сомкнулись в туннель. И плод неудержимо несся вперед в бурлящих водоворотах. Они то и дело налетали на стены туннеля и кружились волчком. Но вот шум водопада стал постепенно затихать. Течение успокоилось. И, наконец, вокруг воцарился мрак и тишина. «Вы целы?» — дрожа спросил Сниф. «Целы!» — ответил Мумитроль. «Достаньте-ка кто-нибудь фонарик!» Слышно было, как Снус Мумрик роется в багаже. Наконец блеснул узкий луч света. Он боязливо пошарил по черной стремительно бегущей воде, по каменным стенам и пытался пробить тьму впереди, но тщетно. «Мне кажется, туннель делается все уже и уже!» — сказал Мумитроль очень тихим голосом. «Вам не кажется?» «Кажется!» «Немножко!» — сказал Снус Мумрик, пытаясь сохранить самообладание. Но его голос звучал неубедительно. «И тут что-то произошло!» Создался треск, и флаг Снус Мумрика свалился на плот. Это сломалось о потолок туннеля верхушком мачты. «Мачту за борт!» «Живо!» — крикнул Снус Мумрик. Мачта с плеском упала в воду и исчезла во мраке. Они тесно прижались друг к дружке и ждали. И вдруг Сниф почувствовал, как что-то прикоснулось к его ушам. «Уши мои!» — закричал он. «Мои уши задели за потолок!» Он бросился на живот и крепко-накрепко зажмурил глаза. «Я вот все думаю!» — прозвучал из мрака голос Муми-тролля. «Я вот все думаю, что скажет мама, если мы никогда, никогда больше не вернемся домой!» В это мгновение плот стукнулся обо что-то и остановился. Они долго ждали, не смея пошевелиться. Потом Снус Мумрик осторожно наклонился к воде. «Мы наткнулись на мачту!» — сказал он. «Она стала поперек туннеля!» Они выпрямились и посмотрели друг на друга. «Здесь чуточку посветлее!» — сказал Снус Мумрик. Они отчетливо видели, как мерцающая черная вода бежала мимо них все дальше и дальше. И там, за ближайшим поворотом, река с бульканьем срывалась вниз, в бездонную дыру. «Видите?» — прошептал Муми-тролль. Сниф разревелся. «Хочу домой!» — схлипывал он. «Не хочу больше с вами!» «Какое мне дело до ваших тухлых экспедиций и каких-то дурацких комет!» «Ну-ну-ну!» — сказал Снус Мумрик и легонько потряс его. «Глянь-ка наверх! Глянь, видишь?» Сниф посморкался и глянул. С коленой его головой была узкая щель, а в нее виднелась полоска хмурого неба. «Ну и что же?» — мрачно сказал он. «Я ведь не муха, и даже будь я мухой, это мне не помогло бы. У меня с детства склонность к головокружениям с тех самых пор, как я перенес воспаление уха!» И он снова расплакался. А Снус Мумрик достал губную гармошку и заиграл. Он играл песни о приключениях, о счастливых избавлениях и величайших сюрпризах, а потом песни о дожде и утренние песни. Через некоторое время Сниф успокоился и вытер слезы с усов. А музыка летела в горы сквозь щель и будила там эхо за эхом. И, наконец, разбудила одного Хемуля, который спал, сидя в траве, положив рядом с собой свой сачок. «Это что же такое?» — сказал Хемуль и огляделся вокруг. Он поглядел на небо и заглянул в сачок. Свинтил крышку с банки для жуков и заглянул туда тоже. «Шум!» — сказал он. «Здесь кто-то шумит!» «Что поделаешь?» — Хемуль не был музыкален. В конце концов он взял увеличительное стекло и стал ползать с ним по траве. Он искал и прислушивался, принюхивался и тянул носом в воздух. И так добрался до щели в земле. Тут шум усилился. «Должно быть, это какие-то очень необычайные насекомые!» — сказал сам себе Хемуль. «Наверняка редкие и даже, может быть, еще никем не открытые!» От этой мысли Хемуль очень оживился и сунул свой длинный нос в расщелину. «Чтобы получше разглядеть, что там такое!» «Смотрите, смотрите!» — закричал Мумитроль. «Хемуль!» Снус-мумрик перестал играть на губной гармошке и начал звать на помощь. «Спаси нас! Спаси нас!» — заголосил вслед за ним Сниф. «Что они, совсем с ума посходили?» — подумал Хемуль и осторожно сунул в расщельину сачок. «Прыгаем!» — закричали странные насекомые. Хемуль вытянул сачок обратно и посмотрел, что в нем такое. «Очень удивительно!» — сказал он, вытряхивая на землю Мумитроля, Снус-мумрика, Снифа и три рюкзака. «Спасибо, милый Хемуль!» — сказал Мумитроль, жмурясь от света. «Ты спас нас в последнюю минуту!» «Я вас спас?» — удивленно спросил Хемуль. «Это не входило в мои расчеты!» «Я просто хотел достать насекомых, которые шумели внизу!» «Хемули, как правило, тугие на соображение, но добрые, если их не сердить!» «Это одинокие горы?» — спросил Сниф. «Не знаю!» — ответил Хемуль. «Во всяком случае, тут есть очень интересные ночные бабочки!» «Да, вероятно, это и есть одинокие горы!» — сказал Снус-мумрик, оглядываясь. Вокруг выселись горные кряжи, бесконечно пустынные и безмолвные. Воздух был прохладен. «А где же обсерватория?» — спросил Сниф. «Это еще надо выяснить!» — сказал Мумитроль. «Наверное, она тут в самом высоком месте. А сейчас я хочу кофе!» «Кофейник остался на плоту!» — сказал Снус-мумрик. Мумитроль бросился к расщелине и заглянул в нее. «Плот сорвало и унесло!» — жалобно проговорил он. «Кофейник уехал в подземное царство! Как же мы теперь без кофе?» «Мы сами чуть было не уехали в подземное царство!» — весело ответил Снус-мумрик. «Кофейник там, кофейник здесь! Не так уж это, наверное, и важно, когда ищешь кометы!» «А это редкость!» — спросил Хемуль, вообразив, что речь идет о каких-то бабочках. «Пожалуй, что да!» — сказал Снус-мумрик. «Они появляются примерно одна в столетие!» «Потрясающе!» — сказал Хемуль. «Я обязательно должен поймать хотя бы одну. Как они выглядят?» «Надо полагать, красные с длинным хвостом!» — сказал Снус-мумрик. Хемуль достал записную книжку и сделал в ней заметку на память. «Должно быть из рода Филикнаркус Снуф-Сигаленика!» — торжественно возвестил он. «И еще один вопрос, мои ученые друзья! Чем питаются эти диковинные насекомые?» «Хемулями!» — хихикнув, ответил Сниф. Лицо Хемуля побагровело. «Вы очень неуместно шутите, молодой зверек!» — сурово сказал он. «В вас нет научной добросовестности!» «Я пошел!» Он рассовал по карманам своей банки, подхватил сачок и зашагал прочь. «Нет! Каково!» — в восторге кричал Сниф. «Он думает, что комета — это жук или что-нибудь в этом роде!» «Вот дурачок!» «Тебе не следовало так шутить!» — строго сказал Момитроль, хотя и сам, казалось, был в не меньшем восторге. Они выбрали самую высокую горную цепь и начали медленно взбираться вверх. Был поздний вечер. Горы стояли в своем первозданном величии и грезили. Через огромные пропасти смотрели друг на друга их пики, а из пропастей поднималась блесновато-серая леденящая мгла. Время от времени от тяжелой громады туч отрывалось облачко и медленно скользило над горными кручами, где гнездились кондоры и орлы. А на отвесной стене утеса, чьей-то таинственной рукой, был высечен знак кометы. Звезда с длинным развивающимся хвостом. Под одним из пиков светился маленький-маленький огонек. Подойдя ближе, вы бы увидели, что это желтая шелковая палатка, освещенная изнутри. Напевы сну с Мумрика сиротливо лились на пустынном просторе. И далеко вдали гиена, задрав морду, прислушивалась к необычным звукам, а потом завыла протяжно и жутко. «Что это?» – спросил Сниф, боязливо придвигаясь к огню. «Это не опасно», – ответил сну с Мумрик. «А теперь давайте песенку о шмеле, как он ходил на маскарад». И он заиграл вновь. «Хорошая песенка», – сказал Мумитроль. «Только непонятно, что стало со шмелем и было ли весело на маскараде. Расскажи лучше что-нибудь». Сну с Мумрик задумался, потом спросил. «Я рассказывал вам о встрече со снорками». «Нет», – встрепенулся Мумитроль. «А что это такое?» «Ты и вправду не знаешь, кто такие снорки?» – удивился сну с Мумрик. «А ведь они, должно быть, твои сородичи. Вы так похожи. Только ты белый, а они, когда волнуются, меняют цвет». «Никакие мы с ними не сородичи», – сердито ответил Мумитроль. «Нет у меня сородичей, которые чуть что и перекрашиваются. Существует лишь один вид мумитролей – белый». «Во всяком случае, эти снорки очень похожи на тебя», – спокойно сказал сну с Мумрик. «Он бледно-фиолетовый, а его сестренка светло-зеленая». «И, признаться, очень не дурна. Вся покрыта мягоньким пушком и с челкой. Она ее то и дело причесывала». «Глупости», – сказал Мумитроль, зевая. «Ну и что же случилось?» – спросил снив. «А, ничего особенного», – сказал сну с Мумрик. «Просто она такая симпатяшка». Плела из травы маленькие циновки для спанья и готовила мягкий настой из трав, если вдруг разбалится живот. За ухом у нее всегда были цветы, а на ноге она носила маленький золотой браслет. «Ну и никакая это не история», – сказал снив. Сну с Мумрик пожал плечами и снова принялся играть. «Все девчонки дуры, и ты с ними», – сказал Мумитроль, забрался в спальный мешок и уткнулся носом в степку палатки. А ночью ему приснилась маленькая светло-зеленая фрекин-снорк. Она была похожа на него самого, и он подарил ей розу, чтобы она носила ее за ухом. «Глупости какие», – сказал он утром, проснувшись. Снив и сну с Мумрик между тем уже свертывали палатку. «Сегодня мы заберемся вон на тот пик, самый высокий», – сказал сну с Мумрик. «А откуда ты знаешь, что именно он и нужен?» – спросил снив и высоко задрал голову, чтобы увидеть вершину, но она пряталась в облаках. «Посмотри вокруг», – гордо произнес сну с Мумрик. «Сколько тут сигаретных окурков! Их набросали профессора из обсерватории!» «А ведь верно!» – отозвался снив, завидуя, что не он первым это открыл. Они медленно брели вверх по извилистой горной тропинке. Между ними тянулась веревка, которой они на всякий случай обвязались поперек живота. «Помните, вы делаете это все на свою голову!» – бубнил снив, шедший последним. «Все выше и выше, все круче и круче!» «Ух, жарко!» – сказал Мумитроль, вытирая лоб. «А мама-то думала, нам будет холодно!» «Как хорошо, что крокодилы съели наши брюки!» Они глянули вниз в долину. Все вокруг было такое первобытное, такое гигантское и одинокое. Страшно одинокое. Среди голых круч, распластав крылья, парил кондор. Единственное живое существо, которое они видели. «Какая ужасно большая птица!» – сказал снив. «Наверное, ему так скучно одному наверху!» «Возможно, у него где-нибудь здесь жена, а может и целый выводок кондорят!» – заметил Снусмумрик. Кондор величественно скользнул вперед. Поворочил головой с холодными глазами и огромным крючковатым клювом. Замахал крыльями и повис в вышине прямо над ними. «Интересно, о чем он сейчас думает?» – спросил снив. «Он что-то очень грозно выглядит!» – обеспокоенно сказал мумитроль. «Уж не собирается ли он?» И в ту же секунду Снусмумрик крикнул. «Он летит на нас!» Продолжение следует��